Театру, как известно, и вообще, в принципе, искусству все возрасты покорны. И сейчас мы поговорим о необычной постановке, которая уже идет некоторое время на территории полуострова. И впереди тоже у нее есть очень интересное будущее. В гостях у нас сегодня Мария Яцина, руководитель проекта спектакль «Солнце за нас», а также автор этой пьесы Андрей Скрипцов. Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Ну, сразу перейдем к делу. Не будем выходить вокруг да около. Вы являетесь победителем гранта на фестивале «Таврида арт». Все верно, да. И по этому поводу вы, собственно говоря, и выступаете сейчас у нас. Это одна из причин. Давайте начнем с самого начала. Что вы хотите именно? Как у вас это получилось? Как отправили заявку? Как вы пришли к этому спектаклю в конце? Да, все интересно. Ну, отправились мы на фестиваль «Таврида арт», выступали и в итоге выиграли. Это, грубо говоря, коротко. Отлично. Вы впервые выступали? Да, верно. Откуда появилась такая идея? Как узнали? Как решились в конце концов? Чем занимались до этого? Ну, узнали о фестивале «Таврида арт» от соцсетей, начали рекламировать и узнали, что можно подавать гранты. Мы долго думали, что именно подавать, какую взять тему, но тема коррупции нам очень близка, мы уже с ней работали. И вот мы выбрали именно эту тему, и спектакль «Солнце за нас» как раз-таки подходит. Выступили, нам выделили грант, и мы начали реализовывать. То есть ваш спектакль непосредственно связан с коррупцией? Безусловно, да. То есть там рассказывается... Хотелось бы поговорить с автором пьесы. Сейчас поговорим. Андрей, как вообще вам пришла такая идея в голову? А, это пьеса... Как вы связались с Марией? Как вот произошло вот это объединение? Ну, во-первых, мы связаны через студию театра «Киноинсайт», которая, собственно, и ставит этот спектакль. Режиссер спектакля Мария Кузнецова сейчас не смогла прийти, потому что у нас сегодня выезд в Евпаторию, поэтому не так все просто. А сама пьеса написана была еще в 2016 году по материалам, собственно, именно того, что происходило в Крыму. Я в свое время работал 10 лет в сфере высшего образования, и практически все, что там происходит на сцене, это живое, взятое с натуры. То есть и все истории о мести, о коррупции, все хорошее, все плохое, все из жизни. Итак, как мы говорили уже, вы выиграли грант на показ спектакля в 10 городах. Где уже был показан, какие города еще им предстоит увидеть? Мы уже показали в Симферополе, в Севастополе, в Ялте. Вот сегодня будет предпоследний спектакль, 9-й, в Евпатории. Ну и 10-й, заключительный в Симферополе в ДКП 17-го числа. Люди, скажите, интересуются, есть ли аншлаг? Безусловно, много людей приходит, но у нас аудитория, это 9-й класс и студенты, ну от 14 до 25 лет. И им как бы заходит эта тема очень близка, они видят своих учителей, говорят потом нам, как мы будем им в глаза смотреть. Ну как бы они все понимают, мы на самом деле очень сильно боялись, что как бы будут не понимать и не выдержат смотреть. Ну как бы всем заходят, даже 9-ти классникам. Расскажите, пожалуйста, сложно ли было получить этот грант и на что надо опираться, если, например, ребята захотят также поучаствовать, потому что я знаю, что Таврид Арт раздает очень много крутых подарков и вот таких вот грантов. Что надо сделать для того, чтобы выиграть? Советы, лайфхаки. Ну а в-первых, не бояться и все-таки пробоваться. Ну и перед тем, как защищаться, у вас есть возможность с экспертами обсудить свой проект, и они дадут как бы обратную связь и скажут, где подкорректировать. Ну вообще, да, было достаточно сложно, на тебя смотрят эксперты, и ты такой стоишь, рассказываешь. Но как бы в любом случае вот все произошло, и все хорошо. Маша молодец, потому что на Тавриде Арты дали 130 грантов в этом году, но из Крыма всего два. Ничего себе, мы вас очень сильно с этим поздравляем. И при этом один там такой скромненький грантик, потому что его дали на издание книжечки для детей, там небольшой такой, а вот Мария Павловна, миллион двести тысяч грант, так грант. Андрей, скажите, а как подбирались актеры, сколько вообще человек участвует в этой постановке? Ну, во-первых, надо сказать, что спектакль, благодаря поддержке Федерального агентства по делам молодежи, он бесплатный для зрителей. То есть все, аренда театров, вот сегодня спектакль будет даваться в театре Пушкина в Евпатории, да, то есть вот этот огромный зал на 750 мест, и все это открыто будет сегодня, поэтому могут приходить зрители, как равные 17-го числа в Дворец культуры профсоюзов. А актеры подбирает, собственно, режиссер из состава, основной состав театра «Инсайт», и вот Мария Кузнецова, режиссер, она выбирает. А, кстати говоря, Маша тоже актриса, играет небольшую роль в этом спектакле, так что у нее есть еще и впечатление со сцены. И, соответственно, 13 действующих лиц в пьесе и 13 актеров на сцене. А с чем это связано число? Или просто так совпало? Так получилось, да, там 8 преподавателей, 5 студентов, получается 13. Вы пришли к нам не с пустыми руками, принесли программки и сказали, что вы их раздаете своим зрителям, правильно? Верно. И в конце очень интересная информация, что делать, если у тебя вымогают взятку. Да, один из партнеров проекта – это прокуратура. А можно вот тезис на самое главное положение буквально в двух словах? В двух словах дело выглядит так. Надо, во-первых, сначала предупредить человека о том, тот, который у вас вымогает взятку, о том, что это кажется, что ничего страшного никто не узнает. На самом деле и тот, кто получает взятку, и тот, кто дает, являются формально преступниками, согласно закону. То есть, соответственно, ты должен предупредить о том, что я не хочу быть преступником, потому что давай эту взятку, я тоже преступник. Ну и, соответственно, там дальше расписаны шаги, в финале которых есть телефон прокуратуры, куда можно обратиться. И все желания у вас чего-то вымогать резко отпадут. Вот. Хочу обратиться к нашим дорогим телезрителям. Вы только представьте, насколько такая социальная информация важна, актуальна сегодня. А это еще и в форме театральной постановки. Ну просто, мне кажется, грех не сходить, не посмотреть. И торопитесь, пока у вас есть такая возможность. Ну а на этом наш диалог подходит к концу, наша беседа. Я хочу вас за это поблагодарить за то, что встречаете утро вместе с нами. А телезрителям напоминаю, что сегодня это утро вместе с нами встречала Мария Яцина, руководитель проекта «Спектакль «Солнце за нас», и Андрей Скрипцов от автора этой пьесы. Ну а наш эфир продолжается. И прямо сейчас посмотрим новости интернета. Субтитры создавал DimaTorzok